Медиагруппа Авангард представляет Итак, собственно, было озвучено несколько таких мейнстримов, по которым сейчас идет развитие и активность регулятора, как для кредитных, так и для некредитных финансовых организаций. Наверное, одна из ключевых тем, связанная с сдвигом парадигмы от комплайнса ориентированного регулирования в сторону риска ориентированного регулирования. То есть раньше, ну и до сих пор во многих чатах, и на каналах, и в соцсетях идет такая критика в сторону регулятора, что нормативки стало слишком много, мы не успеваем изучить то, что вышло, а тут новое положение, новые указания. Или письмо какое-то, или методические рекомендации, не успеваем, собственно, заниматься реальной безопасностью. Отчасти это связано с тем, что именно в конце буквально 2018 года у регулятора появились новые полномочия, которые он сейчас реализует, именно поэтому такое количество нормативных документов новых появляется отчасти, именно потому что сейчас мы находимся на стыке. То есть если раньше в основном оценивали состояние информационной безопасности от аудита к аудиту, то сейчас концепция меняется в сторону непрерывного мониторинга. То есть то, что на западе называется continuous monitoring, когда мы не делаем интервалов между проверками. По сути своей проверки реализуется с помощью разных каналов, и поэтому вот для того, чтобы подвести под эту нормативную базу, сейчас реализуются все эти движения и пентесты, анализы щенности и киберучения, и информирование финцерта об инцидентах, и информирование финцерта о рисках, то, что будет в конце этого года и так далее. То есть как бы сдвиг идет, но понятно, что на переходный период кажется, что нормативки становится слишком много. С точки зрения риска ориентированного подхода стоит обратить внимание на то, что меняются ключевые показатели, по которым будут оцениваться финансовые организации, не только кредитные, а все финансовые организации, для того, чтобы опять же у организаций не было возможности манипулировать отчетностью. Раньше, наверное, не секрет, многие организации завышали свой уровень оценки соответствия, особенно когда проводили именно самооценку. Сейчас таких возможностей становится все меньше, потому что помимо 202 формы отчетности, помимо результатов аудита, пусть и внешнего, но далеко не всегда проверяемого аудита по 575080.2, и другим положением появляются другие механизмы, связанные с анализом данных об инцидентах, потому что будет странно, если по отчетности по 202 организация утрированно вышла на пятый уровень соответствия, а инцидентов у нее происходит по десятку на дню и хищение огромное количество, то здесь явно что-то не сходится. Поэтому вот эта бумажная составляющая, она немного отходит на второй план, и фокус двигается именно в анализ реальных оперативных данных, которые приходят в финцерт по различным каналам. Здесь показано четыре ключевых показателя риск-профиля, которые будут создаваться под конкретную финансовую организацию. Они именно основных, есть еще пятый информационный фонд, то есть анализ соцсетей, интернета, СМИ, для того, чтобы опять же сформировать некое видение того, как финансовая организация выглядит с точки зрения интернет-сообщества в интернете, среди потребителей и так далее. Соответственно, для оценки этих показателей, сейчас также меняется нормативная база, будут разработаны новые нормативные акты Банка России, которые, собственно, позволят оценивать все эти показатели и затем уже формировать единый профиль риска для каждой финансовой организации, от которой затем будут отталкиваться в рамках проведения надзорной деятельности, как очной, так и в виде дистанционного надзора. По итогам первых проверок, в которых участвовали представители финцерта, уже есть некая статистика по ключевым нарушениям, связанным с вступившим в силу ГАСТом 57-580.1. Они достаточно, ну, наверное, очевидны. Они и по СТОБРу были плюс-минус такие, что, в общем-то, обращает внимание на необходимость усиления контроля по этим, как минимум, ключевым направлениям. Соответственно, эти нарушения влияют на показатели риска, ну и, как следствие, будет усилен контроль и внимание со стороны регулятора уже не раз в два года или не раз в три года, в зависимости от статуса и уровня защиты по ГОСТу для финансовой организации, а уже в зависимости непосредственно от конкретного значения риск-профиля, который тоже будет вычисляться динамическим, он не будет статическим. И, соответственно, от тех данных, которые будут поступать финцерт, будет зависеть то внимание регулятора к финансовой организации. Поэтому те, кто боятся или не хотят этого внимания, как бы прямая заинтересованность, чуть лучше заниматься безопасностью, чем это было раньше, ну, конечно, с оговорками. Под это, соответственно, разрабатывается нормативная база, известное положение по управлению операционными рисками, которое было анонсировано еще в 2018 году. Уже было как бы два подхода к снаряду, вот сейчас он как бы третий подход. Во втором квартале планируется, что все-таки это положение о системе управления операционными рисками, в том числе рисками информационной безопасности, будет выложено для, наверное, финального общественного обсуждения и затем принятие и вступление его в силу. Оно будет разнесено по времени вступления отдельных его норм. То есть это не значит, что если его во втором квартале 2020 года примут, оно сразу начнет действовать. То есть в зависимости от отдельных его требований, какие-то нормы вступят в 2021 году, а какие-то там либо в конце 2021, либо в самом начале 2022 года. Потому что многие вещи, связанные с резервированием капитала на покрытие рисков, они требуют достаточно длительного времени на имплементацию в процессы финансовой организации. Вот с точки зрения управления рисками, я бы хотел напомнить достаточно старый слайд планов работы ТК-122, точнее подкомитета первого по информационной безопасности, который вырабатывает стандарты, национальные стандарты в области безопасности финансовых организаций. Два стандарта у нас уже разработаны и приняты. Это 57, 580.1 и .2 по защитным мерам, базовой защитной мерой методик оценки. И сейчас в разработке находятся еще четыре стандарта, точнее две ветки стандартов по паре. Это по операционной надежности и по управлению рисками. То есть они в совокупности, вот эти три блока, составят, ну, наверное, костяк тех требований, которые будут предъявляться к любой финансовой организации. Остальные стандарты, которые запланированы на конец 2020, 2021 и частично на 2022 год, они уже будут касаться таких отдельных фокусных вещей, связанных с управлением инцидентами, с аутсорсингом, с мониторингом, с ситуационной осведомленностью. А вот эти шесть стандартов, они, наверное, будут определяющими с точки зрения того, что должна делать любая финансовая организация. И вот с точки зрения стандартов по управлению рисками, они будут работать в паре с положением, в системе управления операционными рисками. Обратите внимание на то, что регулятор вновь возвращается к теме оценки количественной информационной безопасности. Уже была ИРС, на эту тему она первоначально планировалась, что будет методика оценки и финансовых показателей, и необходимых ресурсов человеческих для обеспечения информационной безопасности в финансовой организации. Но вот первая часть тогда не случилась, несколько лет назад. Сейчас к ней идет возврат, уже опираясь на новую методологическую базу, имеющуюся информацию, опыт. Поэтому те организации, которые задумываются о том, а как количественно считать свою деятельность, как показывать эффективность своей деятельности для правления банка, либо для исполнительного органа финансовой организации, получат инструмент, с которым можно, собственно, работать и действительно показывать не просто там, мы отразили такое-то количество инцидентов, а с реальными деньгами показывать, что приносит информационная безопасность в организацию. Достаточно интересная тема, которая в прошлом году прозвучала совсем скользь. В этом году она там получила больше развития. Это тема киберучений. Вообще киберучения, эта тема сейчас очень модная и важная во всем мире, потому что она позволяет не просто научиться пользоваться тем или иным продуктом, то, что можно получить на любом авторизованном тренинге того или иного вендора, а она позволяет прокачать навыки специалистов по безопасности. То есть не просто я знаю там ГОС 57580.1, или я знаю положение там ШОТ-83 или 382, поэтому я классный специалист. Нет, как бы надо демонстрировать умение отражать реальные как бы угрозы, которые могут привести к ущербу для финансовой организации. Поэтому вот в рамках киберучений будут подготовлены различные сценарии, опираясь на данные, которые поступают в финцерт, ну и другие источники. Собственно, опираясь на эти данные, будут подготовлены соответствующие сценарии, и затем эти сценарии как бы в качестве задания даются поднадзорным организациям для того, чтобы проверить, насколько организация способна как бы отрабатывать такого рода реальные кейсы. Не просто отработать проверку, не просто отработать приход регулятора, а отработать то, что позволяет зломышленникам красть деньги. То есть либо какие-то уязвимости, либо какие-то там целевые атаки, либо координацию там внешнего зломышленника с внутренним инсайдером, ну и тому подобные типичные вещи, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно. Это будет проверяться в рамках вот этих регулярно проводимых киберучений. Поэтому обратите на это внимание, как бы это тоже часть вот этого рискоориентированного подхода, чтобы можно было подтвердить не просто там знание нормативки и выполнение нормативки, но и то, что эта нормативка идет впрок, и реально реализуются те или иные защитные меры, которые позволяют бороться с угрозами. Дальше. С точки зрения единой биометрической системы. Ну, про нее говорили очень много, и в прошлые годы я хотел бы обратить внимание только на один законопроект, у которого вот в правой верхней части момент, связанный с тем, что финансовые организации теперь не просто обязаны собирать биометрию, и можно ее дальше не использовать, просто передавать в ЕБС. А обязанность появляется еще и использовать эту биометрическую систему в тех или иных процессах, как минимум в двух. То есть, как бы придется больше внимания уделять этой теме. Понятно, что это затраты, достаточно немалые затраты, но поскольку это уже будет как бы уровень закона, то монкировать эту тему, к сожалению, не удастся, и она будет являться частью различных проверочных мероприятий. Поэтому стоит сейчас задуматься. Хотя идут разговоры о том, что, возможно, для кредитных организаций с базовой лицензией тема с ЕБС будет немного смягчена, но далеко не для всех. Поэтому эта тема пока только обсуждается, а этот законопроект уже принят в первом чтении. Дальше. Проблема, связанная с идентификацией абонентов, в том числе мобильной связи, проблемы, связанные с колл-центрами, которые создаются в местах не столь отдаленных, она достаточно давно дискутируется. Операторы связи, к сожалению, далеко не всегда делятся этой информацией, либо хотят за это очень большие деньги, за небольшой объем информации, которая не всегда еще и отражает действительность. Поэтому есть законопроект, принятый в первом чтении, который сейчас дорабатывается, который предусматривает возможность создания информационной системы, которая позволит финансовым организациям получать доступ к информации об абонентах, чтобы в реальном времени можно было отсекать мошенников, отсекать подмены номеров, ну и тому подобные вещи, которые представляют, ну, может быть, не самую большую, но значимую долю в мошеннических операциях. Еще одна тема, связанная с цифровыми финансовыми активами, этот законопроект еще называют, как бы, законопроект о криптовалютах, хотя это там не только криптовалюты и не столько криптовалюты, но это новая тема, за которой, как только законопроект будет принят, автоматически последуют и различные подзаконные акты, связанные с требованиями по обеспечению безопасности. Поэтому, как минимум, вот эту тему надо держать на радаре, потому что она будет активно внедряться, ну и, как следствие, для специалистов служб информационной безопасности понадобятся новые компетенции, ну и новые инструментарии для того, чтобы реализовывать те требования, которые будут спущены сверху. То же самое касается и цифрового профиля. Несмотря на недавно прозвучавшую достаточно жесткую критику ФСБ по отношению к этому законопроекту о том, что появляется единый источник данных обо всех гражданах Российской Федерации, который может утечь, и у злоумышленников появится достаточно большой объем данных из одного источника. Вот, законопроект внесен в Госдуму, он сейчас дорабатывается, чтобы учесть интересы всех сторон. Ну и, наверное, я предположу, что его все-таки продавят. И, соответственно, с одной стороны, это позволит, ну, наверное, получать данные о клиентах финансовых организаций чуть более простым способом. С другой стороны, это также поднимет вопрос о дополнительном инструменте контроля, который потребует еще и механизмов защиты. Ну а поскольку цифровой профиль – это некая единая база, по аналогии с ЕСИ, у которой будет там определенный оператор, к которому надо будет подключаться, то это дополнительные, ну, не инвестиции, скорее дополнительные затраты в решения по криптографической защите, как минимум, на самом деле гораздо больше. То есть, как минимум, это будет криптография класса КС-3, по тем планам, которые есть. Ну а вспоминая, как развивались требования, связанные с ЕБС, ну, можно предположить, что набор рекомендаций, технических решений будет схожим с тем, как реализована ЕБС. Поэтому уже сейчас стоит задумываться о том, как вы будете подключаться к цифровому профилю, и самое главное, как вы будете защищать это самое подключение, потому что это тоже процесс будет не быстрый, а процедура будет явно не дешевая. То есть, это как минимум уже способ заложить в бюджет некоторые цифры, которые будут потом уточняться по мере выхода уже под законы нормативной базы. Следующая тема — это социальный инжиниринг. Про нее очень много говорили. Ее очень сложно кодифицировать с точки зрения нормативной базы, но есть определенные идеи, связанные с уточнением, усилением требований по антифроду, который позволит выявлять и как минимум снижать количество мошеннических операций, которые осуществляются через социнжиниринг, когда пострадавшая сторона сама по своей воле осуществляет перевод денежных средств и потом доказывать, что человек не сам это сделал не по своей воле, а его вынудили, в судах бывает достаточно сложно. Соответственно, сейчас предполагаются определенные меры, и они сейчас дорабатываются для того, чтобы снизить вот эту социальную составляющую, потому что страдают самые социально не защищенные слои населения, пенсионеры, либо дети, у которых есть уже у многих различные финансовые инструменты, ну и это, соответственно, сразу подхватывается СМИ, ну и как следствие, как бы негативный фон только растет, поэтому регулятор в этом плане тоже планирует предпринять определенные мероприятия. Дальше. Следующая тема – это открытые API для того, чтобы цифровая трансформация у нас перешла с бумаги на практику, для того, чтобы облегчить доступ к информации о клиентах в финансовых организациях, для того, чтобы облегчить обмен этой информацией. Соответственно, API открытые являются таким неким стандартом де-факто во всем мире. Они сейчас плавно приходят в Россию. Сейчас разрабатывается два таких стандарта. Один, собственно, стандарт, описывающий сами открытые интерфейсы программные. Второй стандарт, предназначенный для описания именно требований по информационной безопасности, поскольку несоблюдение требований по сути своей открывает большую дыру в системе безопасности любой финансовой организации, финтех-организации, которая будет использовать API и делиться, либо наоборот пользоваться чьими-то данными. И, соответственно, зачастую можно атаковать не непосредственно финансовую организацию, а организацию, которая пользуется или воспользовалась чужими данными, но из-за своей незащенности стала такой площадкой, к которой и подключились злоумышленники. Поэтому здесь тоже есть о чем говорить, потому что там сразу возникает дилемма, если это OpenAPI, ориентированный на международные компании, то никакого ГАСТа там быть не может. Если это OpenAPI, поддерживающий ГАСТы, то это сразу закрывает международные площадки, многие международные финансовые организации. Поэтому дискуссия идет, но как одно из направлений, о котором также надо его держать у себя на радаре, опять же помните. Мастер-чейн. Мастер-чейн тема уже, ну, по сути своей, реализованная. То есть и мастер-чейн заработал, и сертифицированная криптография в нем используется, и пилотов уже немало сделано. Поэтому там можно говорить о том, что это свершившийся факт. Но поскольку тема относительно новая для многих безопасников, просто держите ее у себя на радаре. Если вы захотите внедрять у себя в тех сценариях, которые описаны на слайде технологии распределенных реестров, на базе мастер-чейна, то, соответственно, вам надо будет изучать и эту тему. Она не очень простая. Это не только гасированная криптография, там и множество других вещей, в том числе те же самые смарт-контракты. И вчера у нас такая была интересная дискуссия, небольшая. Она, правда, не получила своего развития, связанная была с требованиями по безопасной разработке, которые сейчас предъявляются в рамках проекта профиля защиты к фронт-энду, к прикладному ПО, который отвечает за перевод денежных средств. Но смарт-контракт – это тот же самый программный код. И он тоже отвечает за перевод денежных средств. И с ним работают клиенты. И, соответственно, возникает вопрос, будут ли предъявляться требования к смарт-контрактам, связанным с безопасной разработкой. И какие это требования будут. То есть применение анализаторов кодов, либо требования по безопасной разработке, либо, не дай бог, сертификация. Ну и так далее. Вопросов очень много. Ответов пока не так много, потому что профиль, он как бы проект его разработан, и там большинством участников технического комитета 122-го согласован. Но там есть ряд процедурных вещей, которые надо пройти для того, чтобы этот профиль стал юридически значимым документом, и чтобы в стек его признавало, ну и так далее, и так далее. А здесь, конечно же, есть свои моменты, на которые стоит обратить внимание, потому что это непросто. А самое главное, что в отсутствии некого четкого ответа со стороны регулятора многие разработчики начинают на этом наживаться. И я регулярно слышу от банков, что этот разработчик потребовал по 300 тысяч рублей за каждый модуль АБС, который подлежит оценке на анализ уязвимости. Учитывая, что таких модулей в банке 3,5 используется, вот полтора миллиона надо выложить за то, что разработчик и так обязан делать. А тут получается, что разработчики никогда о безопасности не думали. Сейчас у них увеличиваются затраты на разработку, на тестирование, зачастую на сертификацию, они хотят это переложить на плечи банков. Ну и с каждого банка трясут достаточно немалые деньги. Это вопрос, могут они, не могут, что делать банкам, у которых этих денег нет, потому что это бременем легло именно на плечи банков, потому что отвечают перед надзором именно они за выполнение этих требований. Дальше, следующая тема это кадры, она очень больная, отчасти именно поэтому завтра целый молодежный день будет посвящен тому, как готовить кадры, чего ждать этим кадрам молодым от отрасли. И самое главное, что волнует, наверное, большинство здесь сидящих, что ждать действующим безопасникам от тех требований, которые выпустят регулятор. Но как минимум стоит ждать выпуска профессионального стандарта, кто завтра остается на молодежный день, может поучаствовать в секции, посвященной этому стандарту, ну и внести свою лепту в его развитие, потому что когда его примут, вас будут оценивать на соответствии этому стандарту. Ну и будет выпущено некое положение, указание, формат определяется, что для того, чтобы считаться банковским безопасником или работать в финансовой организации, надо будет подтвердить соответствие этому профстандарту. То есть это, соответственно, возникает тема с обучением. Ну а поскольку многие из вас лицензиаты ФСБ, требования там хоть и пересекаются, но не совпадают на 100%, то вам надо будет там 500 часов ФСБшных, 500 часов по профстандарту, у кого есть лицензия в стек, еще 500 часов в стековских. Ну и там на годы обучение, это, конечно, приятно, но затраты, в общем-то, немаленькие и временные, и финансовые, поэтому об этом тоже стоит думать, как подготовиться к этим требованиям. Они вступают в силу не завтра и не послезавтра, но это то, что надо держать на радаре, то есть требования к качеству специалистов, они также будут предъявляться, это в части того же самого рискоориентированного направления. Вот, к сожалению, представитель в стек устал и не смог присутствовать на секции, вот, поэтому мы немногое смогли бы услышать от регулятора в этой части, из того, что сейчас известно. Как бы у нас есть тема, связанная с ГОСОПКО, здесь как раз все хорошо, несмотря на определенные требования законодательства, есть джентльменское соглашение о том, что финансовые организации могут отправлять данные об инцидентах не в два конца, как написано в законодательстве, а только в один, финцерт, предварительно уведомив об этом НКЦКИ, есть, соответственно, все, там, нормативка, связанная с ФСБ по подключению к ГОСОПКО, есть форматы, буквально недавно НКЦКИ выложила публично все форматы взаимодействия с ними на сайт SafeServe. Вот, остаются только два вопроса, которые сейчас висят в воздухе, связанные с КИИ. Первый из них это то, что информационные системы, которые отвечают за передачу данных о переводе денежных средств с помощью электронных средств платежа в сторону иностранных поставщиков платежных услуг, автоматически являются значимыми объектами КИИ. И если многие финансовые организации считали, что их это не коснется, то теперь у вас появляется как минимум одна такая система, если вы общаетесь с иностранцами и переводите денежные средства туда. И требования к этим системам не очевидны. И вторая тема, оставшаяся открытой, это то, что в документах ФСБ написано, что план реагирования на инциденты должен быть у любого владельца значимых объектов КИИ, и он должен быть согласован с Центральным банком. Соответственно, здесь возникает часто вопрос, с кем конкретно он должен быть согласован в Центральном банке, куда направлять эти запросы. Пока тоже такой некий знак вопроса, хотя, наверное, через личный кабинет Финцерта его можно замечательно решить. У многих есть значимые объекты КИИ, соответственно, на вас будут распространяться требования в стек, а они сейчас очень ужесточаются. Делается это не по желанию в стек, есть соответствующее распоряжение правительства, но которое говорит о следующем. Во-первых, все прикладное программное обеспечение, которое используется на значимых объектах КИИ, должно соответствовать ДСПшным уровням доверия. Они достаточно жесткие. Один из элементов этих уровней доверия, что необходимо предоставлять исходные коды на весь софт, прикладной софт, не средства защиты, а прикладной софт, который используется на значимых объектах КИИ. Это раз. И второе, то, что есть план перевода значимых объектов КИИ не просто на российские средства защиты информации, а к этим средствам также предъявляются требования, чтобы они, во-первых, использовали железо из реестра Минпромторга. Это требование установлено к 2024 году. И использовали российские процессора к 2028 году. То есть обратите внимание, что если вы разрабатываете планы инвестиционные на несколько лет по внедрению различных технологий с точки зрения безопасности, и у вас есть значимые объекты, применительно к этим объектам вам надо будет оглядываться на требования в стек, потому что они будут контролироваться как раз с 2023 года, начиная. Но и отдельная тема. Безопасная разработка. В стек сейчас очень активно ею занимается, выпускает несколько новых стандартов. В том числе будет требовать применения специализированных компиляторов, сертифицированных в Афстеке, при разработке софта. Поэтому для тех, кто вчера был на секции перспективной технологии, слышал рассказы про докер и тому подобные вещи, облака, к сожалению, сертифицированные компиляторы этого ничего не допускают. И, возможно, придется пересматривать отдельные процессы в рамках своей разработки, как минимум для значимых объектов КИ. Ну и по персональным данным, эта тема тоже так вскользь прошла в рамках конференции, хотя очень много говорили, что утечек в 2019 году было немало. 2020 год, наверное, тоже будет радовать средства массовой информации большим количеством жареных фактов. Как следствие, возникает желание у регуляторов эту тему взять под еще более жесткий контроль. Поэтому сейчас в Госдуму внесено несколько законопроектов, некоторые даже еще готовятся, которые будут ужесточать требования. Во-первых, идут разговоры о том, что мы у себя ратифицируем часть GDPR, ну, по крайней мере, требования GDPR, в том числе требования по обязательному уведомлению об утечках персональных данных, то, чего сейчас нет. Также будут вводиться новые термины, связанные с обезличенными данными и обезличенными перс-данными. Ну и также появится административная и уголовная ответственность за торговлю, слив персональных данных, субъектов персональных данных, в том числе финансовых организаций. Ну а для иностранных финансовых компаний, которые являются дочками иностранных финансовых групп, обратите внимание, что заработал закон об увеличении штрафов за хранение перс-данных россиян за границей. Там первый штраф в 6 миллионов рублей, второй штраф в 18 миллионов рублей, и потом уже вплоть до блокирования доступа к иностранным ресурсам. Сейчас Twitter, Facebook первые, кто на эти штрафы уже попали. Ну и в заключении, как бы, вещи связанные с тем, что, наверное, нас ждет в обозримой перспективе новые объекты регулирования, которые появятся, их отражения появятся в рамках нормативных актов Банка России, либо в рамках каких-то стандартов Банка России. Есть вещи очевидные, которые, как бы, звучали в рамках конференции. Ну и, наверное, меня представители Центрального банка не четвертуют, если я покажу вот этот слайд, это то, что могло попасть в программу Уральского форума. То есть оно обсуждалось, но, как бы, в итоговую программу не попало. Но это темы, которые, опять же, достаточно важны для многих из здесь присутствующих, потому что вопросы возникают. А как регулируется это, а как это, а как это? Ну и, соответственно, Центральный банк также готовит нормативку в этой части. Она, может быть, не 2020 года, но на радаре она находится, поэтому тоже обратите внимание, если какие-то из этих тем вас затрагивают, просто держите в голове, что без ответа они не останутся. Ну и в качестве резюме буквально в понедельник я проводил небольшой опрос в телеграм-канале информационной безопасности в финансовых организациях о том, насколько отрасль удовлетворена той нормативкой, которую готовит регулятор. Ну, очевидно было, что далеко не все довольны. Ну и, наверное, это объясняется как раз тем, что мы сейчас находимся на неком перепуте. Как я сказал, от комплайенс-ориентированного подхода в сторону риска-ориентированного подхода, ну и появление новых полномочий регулятора как раз означает появление новых документов, которые раньше ничем и никем не закрывались. Поэтому большой объем нормативной базы, он связан во многом именно с этим. Ну а поскольку безопасники вынуждены это все имплементировать в достаточно сжатые сроки при не всегда наличии соответствующих бюджетов, некий негатив в этом отношении есть. Но, наверное, к счастью, и Уральский форум, и другие способы взаимодействия с регулятором позволяют надеяться на то, что мнение отрасли будет услышано и учтено в либо новых нормативных актах, либо обновлениях существующих нормативных актов, которые готовит Центральный банк. Большое спасибо, коллеги. Ну и кто фотографировал, скажу, презентация будет доступна. Как обычно, где-то в понедельник на сайте форума она уже выложена. И плюс-минус в течение недели-двух будет выложено видео. Если кому-то надо будет отчитаться о командировке, вы всегда сможете это использовать, как это часто бывает на протяжении последних лет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.